всем привет друзья добро пожаловать в новый влог я недавно у одного любимого моего блогера она расписывает заранее все блюда которые будут готовить на неделе составляет список продуктов и потом уже закупается продуктами и естественно готовит это все я решила попробовать потому что я поняла что каждый день я трачу достаточно много времени для того чтобы придумать что сегодня приготовить что с чем сочетать чтобы проанализировать какие продукты у меня есть из этого что-то уже вкусненькое приготовить чтобы и полезно было ну да чтобы и клетчатка и белки и жиры и углеводы в общем и я понимаю что иногда я прям весь день хожу и думаю что же приготовить копаюсь во всяких своих книжках журналах с рецептами зависаю иногда на ютюбе да еще какие-то рецепты я понимаю что каждый день я практически всегда думаю только о еде о том что же приготовить сегодня на ужин то есть если у меня завтраком все понятно это всегда смузи даже сейчас я вот приготовила смузи уже попила на обед у меня обычно либо что-то быстренькое либо то что вчера на ужин было и на ужин я готовлю что-то свежее для мальчиков уже да чтобы вместе поужинать вот и я решила попробовать вот эту схему вчера было воскресенье 31 марта я села распланировала меню на неделю и заказала сегодня уже продукты во вкус вилл вот мне только что привезли доставку сейчас я хочу с вами поделиться своим меню на неделю и покажу вам продукты почему вкус вилл потому что это единственная компания которая возит к нам бесплатно почему-то мне не хочется прям переплачивать за доставку и поэтому мне проще вот так вот заказать а почему я сама не хожу за продуктами пешком сразу отвечу на ваши все вопросы так как у нас поселок достаточно еще молодой здесь у нас много стройки поэтому под ногами грязно и очень много воды я вчера выходила с малышом погулять вот прям небольшой кружочек мы дали вокруг дома это там такие лужи это просто я была сильно удивлена до верного это ближайший магазин нам топать прилично и там везде такие же лужи я просто боюсь что я не проеду с коляской причем я и сама должна же как-то пройти и обратно еще идти с продуктами то есть это нужно как-то вот тащить а в коляске у нас нет места чтобы продукты складывать вот соответственно мне пока удобнее доставку заказывать ну либо мы иногда выезжаем всей семьей вот прям как целое мероприятие съездить за продуктами на этой неделе так не получилось у нас радик приболел поэтому вот сейчас давайте разберем очень большое было вступление но надеюсь вам интересно итак я показываю вам что у меня будет в меню на эту неделю есть у меня вот такой классный флай планер я его покупала кстати очень давно наверное где-то 18 19 году я его сначала так активно заполняла заполняла а потом что-то ну перестала заполнять и сейчас я просто открываю страничку где я ничего не писала экономлю да я почему-то вот у меня есть такая черта я возвращаюсь назад и там где место осталось вот туда я могу что-то написать короче вот например здесь осталось я могу сюда что-то пописать не оставлять же эту страничку скажите вы также делаете или вы идете дальше вот например находите чистое место да вот я достаточно далеко продвинулась по этому ежедневнику вот то есть вот здесь я например остановилась и дальше я просто как бы должна наверное открыть новый но новый месяц и уже с него начинать нет же я возвращаюсь назад ищу место где еще есть пописать свободные пространства и туда пишу давайте к меню у меня получается так что я готовлю одно блюдо основное и салат иногда что-то к чаю вот этот пунктик к чаю я оставила свободным пока то есть это будет по вдохновению по возможности вот и по запросам моим и мальчиков вот соответственно сегодня понедельник у нас будет паке паке с копченой рыбы и рисом вместо риса я в итоге заказала киноа посмотрим как это будет здесь уже у нас такая знаете импровизация завтра у нас будет салат зеленый с нутом это у меня есть сборник классный оттуда выписал рецепт и будет том-ям с креветками и гречневой лапшой дальше среду у меня будет салат колхида те кто бывали в ресторане пилав не знаю есть они в других городах и нет но у нас казани это сеть и очень классный ресторан и там вот если этот салат колхида в общем там получается вареная свекла салат до листы салата орехи и очень вкусная такая цитрусовая заправка и плюс творожный сыр все это у меня есть поэтому нас будет салат и вечером будут горшочки с картофелем с тыквой с овощами сыром зеленью в общем это тоже будет некая такая импровизация и так как я в этот день разрежу тыкву я решила еще сделать так и на печенье на ютюбе нашла рецепт сохранила его в плейлист себе дальше четверг у меня будет овощной обычный салат ну типа знаете там огурцы помидоры вот все и вся зелень которая останется к четвергу и будут макароны соусом болоньезе на соевом мясе так как я мясо обычно не ем будет соевое очередь к его кушаю просто вот когда хочется чего-то такого что было у меня раньше до традиционные блюда которые были с мясом иногда я их делаю по аналогии просто соевое мясо вот и в пятницу у нас будет салат с морковью и яблочком а на вечер будет булгур с овощами то есть это будет булгур плюс такой там соус из цветной капусты с фасолью он тоже из сборника взяла и будут овощи овощами будут цветная капуста морковка вот посмотрю может еще болгарский перец добавлю вот а субботу и воскресенье всегда оставляю свободными потому что мы можем уехать к родителям в эти дни мы можем куда-то выехать в город там покушать но если же мы дома то буду просто импровизировать из того что есть вот так вот я составила меню соответственно я выписала продукты и их заказала посмотрим насколько это будет эффективно давайте сейчас я разгружу все пакеты и покажу вам какие продукты приехали со вкус вилл и так вот мои продукты я думаю что вы понимаете да что я до заказывала то чего у меня не хватает для моего списка меню по меню и так значит взяла вот такой вот салат в горшочке принципе нормально выглядит я просила чтобы прямо посвежее мне положили вот такой салатный микс оказывается во вкус вилл они очень даже прикольные я просила свежую фасовку ну вы 29 положили 29 получается упаковали я просила с 30 но в принципе тоже хорошо видите зелень принципе выглядит очень даже красиво цветная капуста замороженная уже она вот я посмотрела такая чистенькая без льда прекрасно взяла вот такие вот огурчики они вкусные как из теплицы как домашние вот дальше бананчики я забыла написать чтобы положили более спелые но вот такие они полу зеленые но ничего до спеют дома дальше мне этот лимон две штучки апельсины тоже нужно будет для заправки сегодня для поки кино вот такая вот приехала крупа и взяла спиральки для макаронов в соусе болоньезе да вот дальше взяла еще грибочки для сегодняшнего поки хочу их пожарить кокосовое молоко мне для том яма пригодится фасоль без сахара кстати вот интересно я нашла такое и разрыхлитель для печенек нужен будет а это красанчик миндально шоколадный это вне меню я решила просто себя немножко порадовать с цикорием хочу расслабиться попить насладиться вот у меня тут на фоне посудомойка я извиняюсь заполняла как раз посуда вот такой получается у меня набор продуктов ну плюс то что у меня есть дома обязательно сами поделюсь в конце недели думаю этот блок я буду снимать неделю и потом уже его опубликую хочу быстрее опубликовать не задерживаться на большое время но как получится вот поделюсь с вами обязательно потом своими впечатлениями да как прошла неделя запланированным заранее меню насколько мы смогли этого всего придерживаться все ли пошло по плану вкусно ли это было успевал ли готовить и так далее друзья возвращаясь к вам лицом сейчас у нас 14 градусов тепла сегодня 9 апреля мирайчику 7 месяцев сегодня и мы с ним сейчас вышли погулять он у меня уснул в коляске пока спит я открыла окна слушаю если он заплачет его услышу поэтому я даже не раздеваюсь пока быстрее села вам записывать это видео хочу поделиться отзывом дать вам обратную связь по той системе питания которые я вам вот презентовал недавно это даже не система питания а вот такое планирование меню за неделю мне очень понравилась эта схема и я поняла что благодаря тому что я распланировала заранее меню и закупила продукты по списку мы не покупали лишнего соответственно сэкономили в течение недели периодически мы покупали какие-то вкусняшки к чаю как хотелось да по запросу своему но больше ничего мы не покупали плюс ежедневно у меня прям вот ушло раздражение и ушло какое-то напряжение тревожность от того что я постоянно планировала бы меню на вечер но так как у меня все было уже запланировано я точно знала с утра что готовлю на ужин поэтому этот вопрос совсем отпадал я просто смотрела заранее что мне нужно подготовить там например где-то круп крупы какие-то замочить на ночь где-то что-то из морозилки вытащить и так далее но в целом радику и султану тоже очень понравилась такая система они знают ежедневно что у нас на ужин да и мы утверждали соответственно меню тоже с ними они в этом тоже участвовали и в общем всем нам эта система понравилась поэтому теперь мы это будем практиковать думаю частенько на следующую неделю я уже тоже распранировала меню уже мы закупили продукты в этот раз уж вам не стала показывать потому что в основном меню состоит из того что было дома и мы докупали совсем чуть-чуть вот сегодня у нас вторник вчера был понедельник например вчера у нас был мексиканский суп очень вкусный все его кушали и были горячие бутерброды сегодня у нас будет запеканка из макарон соевым мясом а если вам интересно то напишите мне в комментариях я буду во влогах постоянно показывать вам свое меню на неделю да что мы будем кушать возможно это вас тоже вдохновит и наверное расскажу вам еще где я беру вдохновение да покажу все свои весь свой арсенал принципе я уже это иногда делаю в шорцах кстати у меня ежедневно выходят шорцы так что проходите в раздел шорц и можете там посмотреть короткие ролики я снимаю на разнообразные темы в общем вдохновляюсь просто вот что приходит мне в голову то я и снимаю там разные идеи разные темы там есть и кулинария и быт и просто эстетика и какие-то вдохновляющие мотивационные видео так что проходите смотрите ролики выходят ежедневно а сейчас пока у меня малыш спит я хотела с вами поделиться рассказать что я купила скопилось много покупок это видео у нас с вами получается такое распаковка но что поделать так получилось не хочу затягивать влог копить материал хочу выпускать побыстрее до влоги я вам уже говорила но все равно у меня пока не получается чаще чем раз в две недели но зато ежедневно выходят шорцы если вы по мне скучаете можете туда проходить и смотреть ежедневно новые ролики и так давайте покупки были мы недавно фикс прайс я выпустила шортс уже с покупками оттуда но если вы еще не видели здесь тоже продублирую в общем я купила то что всегда там покупаю какие-то расходные материалы например вот такие салфетки плаш здесь 230 листов и стоит это 99 рублей очень красиво у них оформление если у вас нет салфетницы как у нас то вот прям приглядитесь и салфетки сами очень качественно они двухслойные и здесь 230 штук это очень выгодно получается вот взяла каждый раз их покупаю они не всегда бывают еще дела ватные палочки у нас заканчивались увидела схватила здесь прям 500 штук большая упаковка ни разу там не покупали ну и вообще aquella какая-то новая компания тогда появилась ну попробуем мне кажется ничего сверхъестественного и схватила я ватные диски тоже заканчивались также у нас были покупки вообще я заходил туда за вдохновением так как пришла весна вышло солнце и мне прям захотелось какой-то яркости дома и я решила сходить фикс прайс посмотреть что там есть в общем султан выбрал себе вот такую кружку с елочкой она осталась одна это видимо была новогодняя коллекция в общем он захотел то что ему понравилось что здесь елочка внутри и когда наливаем например воду елочка внутри остается напитка и это прикольно кружка 550 миллилитров она большая без двойного дна но она супер легкая бор силикатное стекло это уже моя покупка была сделана для красивых кадров потому что я сейчас снимаю часто шорсы и во влогах пригождается хочется эстетичные кадры выстраивать и для этого нужна естественно красивая посуда вот это вообще заявлено как турка но я планирую использовать ну вообще в приготовлении до что-то наливать но в принципе можно делать например кофе я конечно не ставила бы на огонь эту штуку потому что это все-таки фикс прайс и вот но хотя они указали что выдерживает температуру от минус 20 до плюс 200 градусов ну я не стану рисковать на огонь ставить не буду но например можно сюда налить уже теплое молоко капучинатором взбить и красиво сделать кофе как вариант в прошлом году на пасху случилось так что мы прям вот в последний день перед пасхой захотели тоже украсить яйца мы просто люди творческие всей семьей и султан захотел красить яйца он говорит давайте мы тоже покрасим яйца у нас здесь есть соседи православные и в них детишки ходят с утра про вас поздравляют с праздником и собирают угощение и в прошлом году мы прям в последний день в ппх ездили по магазинам искали эти всякие красители наклейки что-то мы там купили я помню украшали но в этом году я решила все взять заранее хотя пасха только 5 мая но мы решили что подготовлюсь я это я решила дела вот такие красители в таблетках здесь 6 цветов дела вот такие термопленку она как-то называется еще так и называется термопленка для пасхальных яиц это все отрезается и с яйцом вместе в горячую воду и вот так она потом схватывается тоже красиво получается и взяла вот такие наклейки они такие весенние мне кажется если даже останется после украшения яиц я смогу их использовать ежедневники фотоальбомах в общем пригодятся и у нас султан тоже коллекционирует наклейки поэтому без дела точно лежать не будут и еще султан покупал себе игрушки но они уже у него пошли в расход как говорится он уже с ними играет вовсю поэтому сейчас их я показывать не буду но заглядывайте в шорты там полное видео с покупками из фикс пресс дальше мы начали программу по очищению кишечника антипаразитарную она будет длиться месяц делается это все для султана под наблюдением естественно в этот раз нутрициолога да то есть мы с радиком чистились под наблюдением врача натуропата а в этот раз такая легкая программа под наблюдением нутрициолога я ей доверяю и мы решили в общем поддержать султана и поэтому мы с радиком тоже в программе я как кормящая для меня детская программа подходит поэтому мы сейчас ежедневно пьем в определенное время определенные отвары из трав и также у нас там программе есть масло расторопши и так как я масло заказываю всегда только у одного производителя естественно я взяла у него производитель урбеч лето это наш казанский производитель я его знаю лично и вот у меня масло расторопшие до этого я покупала масло льна это уже у нас не первая бутылочка и вот еще у меня пришло тут подсолнечное масло сейчас его тоже распакую вот такая красота у меня ждать целой коллекции прям получилось наверное надо снять красивые кадры для вас этикетка у них более уж такая весенние прикольная почему я беру у них они выжимают масла в деревянном прессе как-то он называется правильно и не знаю но в общем масло не контактирует железом поэтому они не окисляются например я когда общалась с производителем этим узнала что оказывается масло льна не должно быть горьким я уже в каком-то из влогов вам об этом рассказывала но яска сейчас лучше повторюсь да потому что лишним это точно не будет для вас эта информация масло льна не должно быть горьким если она горько значит она уже окислилась или в процессе окисления и в нем появляется горечь настоящая правильный масло льна она совсем не горько она очень вкусная и она у нас очень быстро заканчивается потому что она реально вкусным и я даже люблю его им заправляю салаты поливая уже готовые блюда горячие иногда просто макаю в него хлеб и вот так уж настолько это вкусное масло ну и подсолнечное это вообще нас наш фаворит любимчик всегда его берем если заканчивается обновляем классные масла приглядитесь и у этого производителя не только масла там есть и урбичи сгущенка по моему кокосовая и разные гидролаты и чаи травы и в общем посмотрите я обязательно ссылку оставлю в инфобоксе заглядывайте если вы живете в казани можно покупать в магазине медведь на ямашево либо заказывать через вайлберис вот например мне удобнее заказывать через вайлберис потому что медведь магазин от меня очень далеко вот и преимущество в чем что масло отжимается день заказа то есть я заказываю масло отжимается и свежие приводится на сквозь вайлберис после чего вайлберис уже доставляет до нас так как мы живем за городом мне удобнее вот такая схема для меня и очень быстро они отжимают очень быстро привозят эти масла кайф урбичи урбич это вообще паста из орехов из семян например бывает урбич из арахиса из и сына мака кунжута кешью фундука и так далее и этот производитель до чем он опять-таки его преимущество в том что перед тем как сделать пасту из каких-то из какого-то сырья например орехов эти орехи промываются потом просушиваются при низких температурах и только после этого из этих орехов делают пасту не все производители так делают поэтому приглядитесь за качество я вот прям уверена и я им доверяю попала я на классную акцию на вайлберис по рекомендации девчонок я купила себе велосипедки первые велосипедки в моей жизни мерить их пока не буду если успею покажу но они прекрасно сидят черные обычные велосипедки да с высокой посадкой очень качественные тоже вам артикулы оставлю в инфобоксе если не забуду надеюсь не забуду долгожданная моя покупка это аппарат для дарсонвализации то есть это такой аппарат который с помощью микротоков воздействует на определенные участки тела вот так он выглядит и здесь получается много разных насадок радик уже у меня тут все разбирал я еще даже не смотрел у меня не было времени настолько я сильно ждала этот аппарат да вот такие разные насадки но больше всего меня интересовала насадка гребень я хочу попробовать воздействовать на кожу головы и потому что у меня сейчас очень сильно выпадают волосы понятно да то есть я родила ребенка прошло уже 7 месяцев и вот у меня сейчас идет волосопад очень активный поэтому я хочу немножко улучшить кровообращение на коже головы и у меня появилась перхоть я уже с ней тоже работаю но хочу еще вот усилить эффект всего того что я делаю еще вот этим аппаратом я помню когда родила султана проходила курс мезотерапии это такие уколы делают на кожу головы по пробору вот так вот открывать много проборов делают и на каждый пробор делают уколы процедура неприятная я прошла 10 10 процедур до целый курс и каждая процедура меня сопровождала значит мезотерапии когда делают уколы и потом дрессонвализация проходили с вот этим аппаратом но через некоторое время у меня прям вот хороший такой рост волос пошел появился пушок новые волосики начали расти сейчас я мезотерапии делать не хочу у меня и нет возможности сейчас опять ездить тогда мы жили в городе и мастер находилась очень близко к нам и мы ездили а сейчас у меня такой возможности нет я не хочу дергать радик у нас одна машина поэтому я купила себе аппарат домой буду делать вот себе массаж микротоками короче если если это так правильно назвать вообще хочу изучить тут можно и на лицо делать массаж короче буду баловаться и использовать все а последнюю покупку не показала для души и завершаю свой спич вот такой вот кружечкой очень красивая чайная пара я ее как увидела сразу влюбилась сначала закинула в корзину очень долго думала нужно ли она мне потом поняла что до нужно видимо из-за того что весна мне очень хочется всем ярким себя окружить поэтому нас всегда на столе стоят яркие фрукты сейчас вот меня тянет на яркую посуду хочется еще цветочки обновить потому что сейчас у меня тут сухоцветы стоят на кухне я хочу купить кипсофилы по моему так называются такие маленькие шарики которые потом засыхают и остаются такие же красивые и хочется яркости и в одежде тоже поэтому потихонечку обрастаю яркими вещами очень классная чайная пара она как будто бы ручная мне кажется ручная работа я вот не помню скорее всего было написано она такая небрежная не идеальная формы да такие неровности какие-то но это классно вообще я мечтаю сходить на гончарный мастер-класс и сделать своими руками тоже чайную пару может вазочку там в общем разное что-нибудь поделать немножко мирай подрастет я думаю что сможем султанчиком посетить такой мастер-класс ну что друзья я буду на этом завершать свой влог я надеюсь что было вам полезной пусть этот влог у нас не сильно такой насыщен на всякие передвижения и смену локаций да но я думаю что полезным чем-то с вами смогла поделиться вас может быть вдохновить пишите пожалуйста комментарии как у вас дела вообще какая-то низкая активность комментариях не знаю с чем это связано но я буду очень вам рада и пишите пожалуйста давайте общаться заглядывайте в инфобокс по возможности оставлю все ссылки там полезности и до встречи новых видео совсем скоро уже с вами увидимся снова пока пока